Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешу. Номер 428. События дня. Второе послание Коринфянам, 3 глава, 17 стих. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. За 12 февраля 2017 года. Отца и Акимов везли в больницу, сделали ночью операцию, тире аппендицит. Ну и как-то что-то там лопнуло вроде, и там может воспаление быть, сказали. То есть не совсем хорошо. Ну как Бог даст. Дальше. Сергей Пупков. Если у кого-нибудь возникнет желание, как у меня сегодня, молиться вместе с братьями утром в 4.40 по Москве в 0.40 по скайпу, дайте знать. Утренняя совместная молитва. И вот тут написано как скайп. Ну просто спешите, Сергею позвоните к этому времени, чтобы собрать людей. Ну а начинаем где-то около 45, потому что с 4.40 встаем. Бывает, вот тут печку пришлось пока затопить. В 5 это точно, но уже на молитве. Сергей Пупков. Это ссылка для тех, кто пожелает утром вместе молиться. По этой ссылке можно себя добавить. Кто желает вместе молиться, но не понимает в ссылках, напишите в своем желании. Я добавлю сам, как добавляю на занятия. 4.40 пишите мне, готов к молитве. Я позвоню, микрофоны должны быть выключены. Я Виктору наказы даю. Виктору Николаевичу Савченко в деревне. Вот смотрите, какие отношения у нас. Виктор, нужно бы тебе сходить на лыжах с кем-то или несколько человек на пруды. Южный, Костровый, Рыжковский. Южный, Костровый. Рыжковский. 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 Второй мостик. Так, пусть бы кто-то там прокатился с возвышенностей. И проверить наши спуски для воды. Все ли там в порядке. И все это заснять на видео. И даже фото можно. С комментариями о виденном и природе интересуют именно спуски. Пусть бы там покатались. Ну, Виктор отметил, что некогда готовиться через 3 недели приехать. У него в семинарии сессия, то другое. Я говорю, ты наоборот там съездил. На два пруда съездил, вернулся не больше, там полчаса пройдет. На другой раз, на другой день на другой пруд съездил. Ну, и ты проветришься маленько. Не знаю, как он будет. Наталья, Игнатий Тихонович, просматривая ваши ролики по изучению Святой Библии, заметила, как всегда, жду именно ваш голос с вашим комментарием. Вы как мед. Все ваши наставления сквозят любовью. Спасибо вам огромное. Ну, какое в комментариях любовь это? Это увидеть очень трудно, любовь. Я делаю комментарии по Слову Божию. Вот у нас перед нами трехтомник. Показать, это наше издание. Трехтомник Нового Завета с полным толкованием. Ну, я по нему и говорю, но не всем же это понравится. Тем более, я говорю это в первую очередь по Библии, а потом толкование, а потом каноны. Комментарии-то мои, они некоторые просто проскакивают и глядеть не хотят, а другие действительно ждут. И дальше она пишет. И проповедано будет все Евангелие, Царствие, во всей Вселенной. Во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Толкование на Матфея 24, 14. Мне кажется, это написано в Библии про вас. Храни вас Господь. Ну, это уже, конечно, чего-то стоит. Мы едем в путешествие, и вдруг смс сбрасывает один священник, который нас хорошо знает, а с батюшкой служит 30 с лишним лет. И вот я говорю, апостол Павел пишет, я в гонении от лжебратьев, в опасностях на дороге, в опасностях. Я, говорит, когда считаю это, всегда думаю о вас. Ну, потому что мы в дороге, и в опасности, и чего только с нами не было. Господь хранит, когда люди как-то что-то видят, что воплощается. Конечно, мы не такие. Но мне приходилось слышать такой рассказ. Какой-то проповедник в Японии проповедовал, рассказывал, какой Христос. А один сразу соскочил, говорит, а я знаю его. Он говорит, у нас в соседе живет. Другие, да что ты в Японию пришел. Вот что вы говорили, он так и поступает. Он объединил. То есть, в нас должны быть существования, какие во Христе Иисусе. Будьте святы, как он свят. Здесь видят пока внешнее. Внутреннее Бог судит. Домнич, день добрый, Игнатий Тихонович. Посоветуйте, как можно аккуратно поправить человека, навыкшего писать Б-Бог. Б-Г, точнее, вместо Бог. Может, есть ссылки на учителей церкви. Спаси Христос. Вот понимаете, любой себе сейчас. Дальше не будем ничего говорить. Дальше можете закрыть и не слушать. Какой вы дадите ответ? Когда просчитаете, тут умничать начинают люди. Если ему не сказать, а я не знал, никто не сказал. А когда сказал, да я без тебя это знал. То есть, хитрый, лукавый, трусливый. Тут все совмещается в этом. Даже знал, и тогда ты должен найти что-то новое. Хотя бы одну запятую. И сказать, вот это у меня не было. Вот это не было. У меня за столом сидят ребятишки, учатся, как держать правильно ложку. Ложку. В левой руке держать хлеб, поднять ложку и поднести к себе. Вот так, чтобы не было, что каждому чашка. Я когда уже учился в технику, первый раз увидел в ресторане, что люди едят каждый из своей тарелок. Я этого не видел. Мы так воспитываем. Одна большая чашка, в семье 10 ребятишек. И каждый тянется, берет. Но отсюда хотелось перец. Перец-то я первый раз тоже увидел, так это болгарские, не горькие. У нас горькие-горькие. Отец бросит. Ну, во рту все горит. Но видит отец мой морщин, он возьмет ножик, длинный нож, поперек чашки, вверху на края положит. Это мой край. Правда, иди мы, как будто там меньше уже перца. Так не жжет нас. Вот я в техникум попутал сказать, какое было развитие. Приехал в техникум. Раз я на квартире, то у них закон был дать простыни, две белые. Я принес их домой, развернул. Я не понял, для чего они мне их дали. Я их никогда не видел даже. А ведь кончил 10 классов. А как? Да у нас тепло было, и все на палатах. Выделали шкуры, сшитое одеяло. Прикрылся, все. А тут простыни. Я их продержал, проучился 20 лет, так и отнес, не развернул. Вот, и еще все выросли. Гигиенецы, говорят, а в душе-то живут, как говорится, свиньи в грязи. Я отвечаю дальше на его вопрос. Силки такие мне миновали. То есть, что святые отцы, говорят, миновали, их и не было. Если не были. А вот что находим в Святой Библии. Евангелие от Матфея, 15, 5, 8. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Не придет. Не придет, а не приедет. Не приедет. Не исчезнет. Лука 16, 17. Но скорее небо и земля приедут, нежели одна черта из закона пропадет. Нас интересует только слово черта. Простая черточка. Во всей Библии с неконорическими книгами. Видите, в Библии, подожди-ка, ошибка во всей Библии. Да, с неконорическими книгами. 77 книг. 77 книг. Запоминайте данные, которых у людей нету. Скажу, что из 100 слушателей, может, у одного есть, а может и нет. Если они есть, то только наши. Это уникальнейшие материалы. Слушайте внимательно. Сколько глав? 1361 глава. Во всей полной Библии с неконорическими книгами 1361. Одна глава. Дальше. 37 тысяч 82 стиха. 37 тысяч 82. Дальше. 669 тысяч 284 слов. Слово. Вот сколько. Слово. И? 3 миллиона 172 тысяч 512 букв. До одной буковки высчитано. А откуда данные? Я этим занимался. Ну, несколько даже сидели на калькуляторах, помогали. Вот. А для чего это нужно? Сейчас мы увидим. Вот, наконец, вопрос такой задали. Дальше. В Святой Библии черта встречается 3440 раз. Вот во всей Библии. Сколько черточек? Дальше. Иота. 26 тысяч 55. Слово. Бог встречается 1241 раз в полной Библии. Один. 1241. Дальше. Если кто-то по еврейской фарисейской хитрости пишет вместо Бог Б-Г, то явно, что такой хитрец иудей выкинул из Святой Библии 1241 букву и добавил 1241 черту. Понятно. Теперь я уже начинаю его с капитры приводить к сознанию. Но! При чтении Святой Библии или еще где? Он же все равно должен слово Бог заменять каким-то иным звуком. Или все же произносить Бог. Хотя и слепил две буквы через черточку. Черточку? Черточку, да. Так что это просто обычные еврейские штучки. Как говорит один из героев Никиты Михалкова в фильме 12. А почему же это евреи или безящие перед ними Гои так пишут? Якобы для того, чтобы не нарушить заповедь в десятислове Декаполита. Я говорю Декаполит, а теперь говорят это... Ну, поправляют, что я неграмотно сказал так. Ну, дальше. Исход 27. Не произнеси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно. Это почему они слово Бог боятся произносить? Чтобы не произносить имя Господа Бога. А они черточку поставили, И это черточка, ну, Бог-то, ты сразу, когда считаешь, что должен произносить Бог. Я понимаю. Второзаконие 5.11. Не произнеси имени Господа Бога твоего напрасно, ибо не оставит Господь без наказания того, кто употребляет имя Его напрасно. Напрасно, напрасно. То есть клянется именем Господнем, я Богом клянусь. Вот это запрещено. И дальше. Это тот самый еврейский узел от Лукавого, что если нельзя в субботу совершать поездку более субботнего пути в 11,5 километров, то он кладет себе под задницу на сиденье грелку, и уже как бы на воде, по воде плыть можно. Вот, по воде можно плыть. Я вот до того удивился, я говорю, серьезно? Если свадьбой нужно ехать, а по закону нельзя, то на колеса дружки льют из сосуда в воду, и фаэтон как бы плывет. На асфальте он никуда не плывет. Все это детские глупости. Это от Лукавого, ибо убрали самое значимое слово Бог. Второзаконие 12.32. Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить, не прибавляя к тому и не убавляя того. Притчи 35 и 6. Всякое слово Бога чисто. Он ищет уповающим на Него. Не прибавляй к словам Его, чтобы Он не обличил тебя, и ты не оказался лжецом. Мне домиш сразу ответил. Вас благодарю и Бога за вас. Это уже похвала. Все очень к месту пришлось, что вы отписали мне на мой вопрос. И я сослался на вас и ваш опыт, используя Википедию. И дальше подъезд на Википедию. И ссылку разместил на ваш ресурс в горячем обсуждении темы сокращения имени Бога в написании «Спаси Христос». Ну, а тогда некоторые там в грамотеи говорят, вот посмотрите, у нас икона и Христос, и там тоже сокращено, вверху титул. Они даже этого не видят. Это ради сохранения бумаги. Писали-то на коре или на чем-то. А когда читают, то читают как есть. А если они имеют, чтобы Бог не произнести, и даже не написать-то. Нашли что сравнивать. Игнатий Лапкин. Я там ничего не нашел, где указали. Ну, я посмотрел там, как бы, ну, ничего-то. Мои слова стоят и все. Александр Мариасов. Мир дома вашему, Игнатий Тихонович. Благодарю вас и согласен с каждой написанной вами буквой. Вот это поэтому, по этой теме. А священное писание, оно само говорит за себя. И подобного рода черточки, это есть неуважение к Богу и священному писанию. Спаси Христос. Юрий Соболев. Прекрасное назидание, Игнатий Тихонович. Для себя нахожу много полезного. Сейчас только с близким братом обсуждали тему понимания ряда библейских вопросов в первые века церкви. Это было вызвано просмотром вашего ролика с Пятидесятниковым. Второй ролик, два ролика из Беларуси. Разговор о хелиазме. Вот так. Ну, вот мы посмотрели, какие главные тут события были. События главного у нас, что вчера воскресный день был. Собрания, занятия. И сейчас переходим показать, какие наши ресурсы. Вот это мой мир. Я очень любил и люблю его по-прежнему. Хотя его обкорнали. Раньше можно было на 10 тысяч друзей сразу послать. А сейчас по одному на всех. Ну, то есть, видимо, их тоже кто-то давит. Вот смотрите, где я в шапке, это моя страница. Тут можно написать. Вот вверху написан почтовый адрес. Кристине 2, кабачка, мейл.ру. Слава Иисусу Христу! Дальше. Второй большой у нас ресурс. Это православный форум. Вот он перед вами. Заходите. Легко регистрируется. 1602 темы. Огромный-огромный форум. И что интересно, споров нету. Говорили, это как площадка спорит. Но могу сказать, что в течение четырех месяцев, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, ни одного спора не возникло. Ну, а 300 тысяч человек в день приходит. Бывает больше, бывает даже и маленько поменьше. И дальше наш ресурс, православный видеоканал, открытым оком. Ну, вот я сегодня ночью поставил. Посещение слабенькое, но все-таки есть. Приходят люди. Вот сейчас я посмотрю, сколько здесь. Не видно даже. Собрание. Сколько посетили? 172. 172 за 3 часа. Потом будет побольше. Вот. Сколько у нас просмотров всего? 5 миллионов 319 тысяч 306. И подписчиков? 6 тысяч 189. Ну, вот. Маленько люди приходят, смотрят. Но у нас очень большой канал. Наш. Наших роликов уже, наверное, более 6 с половиной тысяч. Ну, и последний. Это самый тяжеловесный наш ресурс. Православный библейский сайт. Во свете Библии. Можете так и зарядить. Сразу найдете. И самое ценное здесь. Здесь и проповеди. 50 книг. Аудио мной насчитано. И моих 41 книга. Именно не откуда-то набрано. Все наше. А деревни. Фотографий много. И самое ценное из всего, что до этого указал. С правой стороны. 4124 ответа по темам. 55 тем. 55 папок. Сейчас мы углубляемся в 54-ю царь. Вот уже многое прошли. Будем сейчас добавлять. Ну, это Ctrl-A. Я вот Ctrl-A активирую. Ctrl-S. Внизу S буква. Забираю его. И ухожу. Теперь открываю страницу Word. Ctrl-V вставляю. Активирую через Ctrl-A. И довожу шрифт до 20. Чтобы удобно было считать. Вот как это все быстро делается. Опрос 3496. 22-й том открытым оком. Если бы вдруг все согласились установить монархический строй в России, то как бы это могло совершиться? Ваш голос был бы среди ратующих за восстановление монархии? Это мне вопросы задавали в университетах. Я в пяти вел занятия института, в техникумах, в милиции, три радиопрограммы. То есть у меня вопросов были тысячи. Но кто-то Сталин оставит. Вы расширьте это и как-то людям оставить. Хотя все это записывалось. Ну и часть вопросов осталась. Из этой части 4124 озвучили, так сказать. Ответ. Мне совершенно непонятно. Как все могут желать монархии, когда нет единой области, равно думающей о жизни и смерти? Это я отвечаю. Нет ни единого района, равно желающих одного депутата. Нет ни единого дома, где все бы желали хотя бы по одному и тому же вопросу одного и того же. И нет ни одной семьи, где все равно... Где все полюбили бы? Равно любили бы Библию Христа и равно жили все в страхе Божьем. Ну допустим, что все согласились. И что? Где он этот монарх? Сегодняшние отпрыски дома Романовых в своей крови имеют русской крови не более полпроцента. Это нам нужно? Вот берут интервью великого князя Николая Романова. Про правнука Николая Первого. И троюродного племянника Николая Второго. Главы дома Романовых. Ему 83 года. Кавычки открыты. Улучшит ли монарх жизнь России? А агрументы и факты. Номер 34. 1347. 23-29 августа. 2006 год. Страница 3. Видите, сколько надо... Я не просто сказал... А где это написано? Очень популярная газета. Кавычки открыты. Конечно, есть и такие, которые совершенно искренне верят, что монарх улучшит их жизнь. Они надеются, как всегда, это было в России, что кто-то или что-то решит все проблемы за них. Но это большая ошибка. Свои проблемы надо решать самим. Давайте возьмем Германию. Думаю, вы согласитесь, что русский человек в плане общения гораздо приятнее немца. Но если взять работоспособность, самоконтроль, пунктуальность, тут русский человек с немцем не идет ни в какое сравнение. Вот если русский, рубаха, напиться вместе, может, с первой минуты даже. Так вот немцы, проживавшие, прожившие восточной... Так вот немцы. Итак, так вот. Немцы, прожившие восточной Германии... Да. 40 лет в коммунистическом режиме до сих пор еще не достигли уровня жизни обитателей Западной Германии, которая была свободна. И это трудолюбивые и расчетливые немцы. Наша проблема в том, что мы все хотим получить сразу же. Но так не бывает. Выстроить то, что мы разрушили, можно только постепенно. Придумать рациональную идею для России очень трудно. Практически невозможно. Как-то я слышал такое мнение. В России национальной идеей может стать христианство. Не хочу убедить нашу русскую православную церковь, которая пострадала так, как никто не пострадал во время коммунистического режима. И которая смогла с трудом сохранить живым пламя религии. Но христианство никогда не будет идеей для нашей нации. И главное, хорошо, как пишет, пламя религии, не христианство. Коммунизм – это была идея, а христианство – это религия. Меня всегда очень радушно принимают в российском посольстве. Угощают стаканом водки и без проблем ставят визу. Все. Вот я в это верю. Пожалуйста. Вот человек, который имеет прямое отношение к заданной теме. И он выход, может быть, знает где, но молчит. О Христе и Библии он ни слова и нигде не сказал и не скажет, потому что нет рождения свыше у так мыслящего человека. Он живет земным, думает о земном. Это уже дальше я говорю, и мой эпиграф. 1 Иоанна 4,5 Они от мира, потому и говорят по-мирски, и мир слушает их. 1 Иоанна 18,37 Я на то родился, и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об истине. Всякий, кто от истины, слушает гласа моего. Дальше. 2 Иоанна 18,37 Ужасный сон отяготел над нами, ужасный, безобразный сон. В крови до пят мы бьемся с мертвецами, воскресшими для новых похорон. 8-й же месяц длятся эти битвы. Геройский пыл, предательство и ложь. Притон разбойничий в дому молитвы, в одной руке распятие и нож. И целый мир, как опьяненный ложью, все виды зла, все ухищрения зла. Нет, никогда так дерзко правду божью людская кривда к бою не звала. И этот клич, сочувствие слепого, всемирный клич к неистовой борьбе, разврат умов и искажение слова, все поднялось и все грозит тебе. О, край родной, такого ополчения мир не видал с первоначальных дней. Велико знать, о Русь, твое значение. Мужайся, стой, крепись и одолей. На всех собравшихся, на общий праздник снова, учило нынче нас евангельское слово. Своей священной простоте. Не утаится град от зрения людского, стоя на горней высоте. Тючев, Федор. Федор Иванович. Ну, и о чем здесь речь шла, шесть? Нужен ли царь? Давай, пиши. Царь и нужен ли. Это мы заглянем этот файл, я его к тебе спрячу. Дальше. Ctrl-A, Ctrl-S. Ну, как всегда. Сейчас мы быстренько увеличим его. И засчитаем. Все, поехали. Вопрос 3726, 25-й том открытым оком. Что за русская идеология, о которой говорят на съездах православных? Представь, какой вопрос. Какие вопросы серьезные. У нас слушатели были очень серьезные. У меня на занятия ходили представители краевой, администрации, районы, КГБ, ФСБ, военные. И кого не было, священники и епископ даже. Эти занятия только в одном университете я вел 18 лет. Бесплатно. Бесплатно. Нигде за 54 года запроповедь я не получил ни рубля. Как апостол Павел говорит, считал бы себя потерявшим много, если бы за это брал. А давали? Давали. И очень хорошо давали. С шестизначными цифрами. Дальше. Ответ. Если ничего об идеологии, притом русской, нет ни слова в Библии, то эту идею следует рассмотреть со всех сторон на основании Слова Божия, чтобы не промахнуться и не попасть с ней туда же, куда свалилась уже вся Россия вместе со царем-батюшкой. Русская идеология, архиепископ Серафим Соболев, Санкт-Петербург, 1994 год, 184 страница. Нет, страниц только в книге. А может быть и страница, да. Десять тысяч экземпляров, кавычки открыты. В основу своих суждений владыка ставит православную веру с неуклонным соблюдением ее учений и уставов, краеугольным камнем которой в России является царская самодержавная власть. Ни Христос, ни Библия. Так что русская идеология, отстаивая идею монархизма, свидетельствует ее божественное происхождение и направляет наше размышление по истинному пути. Кавычки закрыты. Ответственным за выпуск, за содержание выставлены четыре субъекта. Царская власть должна быть ограничена только канонами церкви. Как образец этой симфонии церкви и государства видится в патриархе Никоне, которого де нужно скорее канонизировать. Есть и фото Соболева. Я говорю, как мне видится, все объясняю. Стоит в епископском облачении. Длинные волосы достигают до панагии с двух сторон. И так как этот труд был напечатан и не раз за границей со времени доклада на соборе в 1938 года, а теперь его здесь распространяют, значит нужна эта идеология кому-то. И не одному же Соболеву и митрополиту Анастасию, который не возражал, слушая этот доклад. Это я отвечаю с капитрой или по радио, не знаю где. Автор очень сильно сетует на отобрание монастырских земель и прочих льгот. Но эта идея царской власти, даже такой крутой, как при Петре Первом, все же никак не отворачивается. Согласно Библии, все это тьма и заблуждение. Уже нет царя, уже пора бы подумать, что же такое постигло Россию. Пора бы писать книгу Плача Серафима, как Плач Еремии. Но они живут в дыму кодильных измышлений и ни слова нет о том, что вина вся и всего. Крушение именно в них, в слепых вождях, в лицемерах, долго молящихся, обходящих море и сушу и делающих сынами гиены. Первое царство, 1523. Мне эти слов никогда не простят монархисты. Я встречался с председателем монархического союза, беседовал. Ничего нет у нас общего. Дальше. Первое царство, 1523-26. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. И отвечал Самуил Саулу. Не ворочусь я с тобою, ибо ты отверг слово Господа, и Господь отверг тебя, чтобы ты не был царем над Израилем. Вот это надо помнить, и Господь давно отверг всех этих царей, потому что они по слову Божьему все делали. И далее. Разве Соболев и подобный ему никогда не читали эту страшную историю об идеологии Израиля, когда они находили, что истинное управление страной возможно только тогда, когда будет у них царь, как и у прочих народов. Что из этого получилось? Хотя царь Саул и был истинным помазанником Иеговы, без царской власти шагу шагнуть не могут, и жмутся к голенищу Сталина. То к голенищу Сталина, то с демократами сцепились, и нет прогляда ни на шаг вперед, что последует за этим. Второе паралипоменон 12.2. На пятом году царствование Роваама Сусаким, царь египетский, пошел на Иерусалим, потому что они отступили от Господа. В чем конкретно отступили? Ты отверг слово Господа. Вот об этом-то Соболев и не сказал ни слова, потому что он никакой. Он такой, как и все его братья с длинными волосами. Русская идеология должна быть выражена словами апостола Павла, филиппийцам 1.27. «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую». Подвязаясь единодушно за веру евангельскую, подчеркиваю. Марка 1.15, Деяние 15.7.20.24, 1 Коринфянам 15.1. Стихотворение дальше идет. «Пали над нивами всюду вечерние мрачные тени, трепетный старец с мольбой упал на колени. В пепле глава его были изорваны в горе одежды. Слезы рекой разливались, туманят усталые вежды. Вопли в него огласились безмолвные своды до толи. Плачет тот старец с огбенной поныне потерянной воле. Снова в несчастье греховном родимого края страдания. Видит он рвутся из груди невольно глухие рыдания. Святость заветов Господних поругана дерзкими ныне. В богом избранном народе исчезло почтение к святыне. Старец предвидит в грядущем страшнее былого невзгоды. Слушат глухие рыдания и угрюмые мрачные своды. А в лавров некий. Это мало кто даже знает. Это о чем? Не знаю. Про царя что-то. Нужен ли царь? Нужен ли царь, да? Еще раз давай попроверим. О чем говорит? Идеология. Я царя здесь идет. Так, царь. Русская идеология. Наш файл отзаглавить. Русская идеология. Соболев. На меня напустят из-за этого. Они мне этого не простят. Патриоты. Ну, я говорю, как думаю. Вопросы задали мне. Я отвечаю его. Ну, придет время, что они ворщат. Это забудется. Ответ будут искать. Дальше. Опять контр-ла. Контр-лс. Взял. Переносим в ворд. Это мы быстро все делаем. И все, уже последние операции. Это увеличить. Шрифт, чтобы считать можно было. Все, увеличили. Вперед. Вопрос 3952. 22-й, 8-й том открытый. Это каждый том у меня. Это 31 том. По 752 странице. Это не брошюрки. Это серьезные книги. Вы как-то говорили, что даже самые любимые ваши, вами, духовные писатели не касались больных тем только потому, что все душило цензура тогдашняя. И что сегодняшнее время уникально именно потому, что нет такой цензуры. То есть я-то говорил о университете, ну, допустим, 15 лет назад. Что из опубликованного вами вы смогли бы тогда обнародовать? Живи вы в то время при царях батюшках. Какие вопросы задают. Понимаете, пришпиливает буквально. Очень у меня высокий уровень был, приходили люди. И когда наши люди приходили на патриаршие занятия, и хоть один раз где-то давали ответ какой-то, батюшка задавал, а его прихожане не могут ответить. А наши сидят на скамейке на задней, все записывают. И он поднимет, скажет, ну вот скажите. И тогда говорит, это вот они ходят. Вы заметили, какой уровень? Какие вопросы решают? Почему? Я не могу не сказать ни на одного человека. Он тупой и темный, как экономцев Архимандрит сказал. Тупой и темный. Если с ним заниматься, ну день и ночь долбить его. Тут одна ходит, пожилая такая, большого веса женщина. И вот так, у них утиная походка слева направо. Я говорю, ты что так ходишь-то? Ну, на меня, допустим, батюшка, он говорит, ты что так говорит? Я ничего, я ее под руку взял, она улыбается. Я говорю, давай ходи вместе, шагай прямо, не вались вот так со стороны, и давай здесь по ограни ее водить. Ну, смешно даже. Не смешно, а я о ней тружусь, а уж Бог рассмотрит. Дальше. Волосы к нам приезжал нынче один человек с длинными волосами-то. Но он еще не взял от нас-то, коротко был. Уезжает он. Я говорю, хоть какая-то память пусть будет. Принес ночью, если давай тебе волосы-то отрежем. И он не сопротивлялся, еще хороший человек сам по себе, не хамовитый, ничего. Итак, пошли, да благословит его Господь. Ответ, да почти ничего. Ознакомьтесь, что такое цензура. То есть я ничего не смог бы напечатать в живе старое время. Написано, да почти ничего. Ознакомьтесь, что такое цензура. Деятельность Санкт-Петербургского комитета духовной цензуры как издательской структуры в 19-м начале 20-х веков. И дальше оттуда все беру, не мое. Недавно появившееся на страницах нашего портала исследование кандидата богословия священника Александра Задорнова церковная цензура «Прошлые перспективы» ссылка идет, вызвало серьезный читательский интерес. Оно, как известно, было написано по поводу недавно прошедшего Архиерейского собора Русской Православной Церкви, высказавшегося, в частности, за предварительную цензуру православных изданий. Сегодня мы публикуем работу петербургского историка печати М.А. Антипова, которая значительно дополняет общую картину истории духовной цензуры в России. Приведенные в ней уникальные архивные источники позволяют выявить все степени вмешательства у духовных цензоров в авторский текст. У меня книг выпущено в бумажном варианте 38 томов, и ни одной строчки не было под цензурой. Цензура одна только есть. Для меня священное писание Библии и моя совесть. Все. Все писалось в молитвенном состоянии. Вот раньше, когда я даже начитывал «Житие от святых», ну просто начитать, 12 томов, я объявлял пост, поехал к архиерею, был тогда архиепископ Гедеон Докухин, благословлялся и начинал считать. И в местных священниках благословились. Не просто так. И минуло лишь 30 лет со дня публикации духовного регламента Петра Первого, как святейший сенот перестал справляться с предварительной цензурой богословских сочинений. Богословских сочинений, не говоря мирских. Это Герцин мог только издавать в своем колоколе в Англии. Причиной тому послужило увеличение увеличение количества рукописей, представляемых в сенот. Петровской реформы, образование и просвещение дали России множество новых ученых или просто образованных людей, желавших попробовать свои силы в качестве авторов. Отсюда возникла необходимость создания особенной корпорации при сеноде, которая могла бы взять на себя обязанности предварительной цензуры богословских сочинений. Тем более в России к тому времени был накоплен богатый опыт книжной справы. Становление духовной цензуры в России проходило сложно и заняло свыше полвека. О как! Когда именным указом Епитератрицы Екатерины II 16 сентября 1796 года были уничтожены все частные типографии и учреждены смешанные цензурные... Уничтожены были? Вот я куда попал бы. Смешанные цензурные комитеты, то предназначавшиеся к публикации сочинения рассматривались как светскими, так и духовными цензурами. Но в то же время действовал Синодальный указ 1787 года, согласно которому все авторы духовного чина должны были представлять рукописи своих сочинений Святейшему Синоду или Московскую Синодальную Контору. Ну смотрите, у меня образования никакого нету, но я люблю Слово Божие. У меня обращение было духовное рождение, это 27 сентября 1962 года в 17.00. У меня не было цензора. Но жалобы на мои книги, конечно, идут. Такое. И эти жалобы стали рассматривать цензорские отделы, которые запрещают мои книги считать. А сами разбирают книги и считают, которые книги в библиотеках, вырывают оттуда. И он мне сообщает неоткуда-то монастырь Одесский, что ваши книги затребованы в Почаево. В Украине больше заниматься нечем. И называют имена профессора, которые занимаются этим. Потом Дворкина подключили, говорят, я только говорю с чужого слова. И следует 14 лет, и ни одного слова, ни одного замечания нет. Почему? Они морщатся, но понимают. Это так. И когда я говорю, почему же вы ничего мне не ответите, не вызовете меня на суд, а мне отвечают, что они самоубийцы, что ли? Я всегда отвечаю по четырем параметрам. Что говорит Святая Библия, я должен знать ее на зубок. Второе. Что говорят Святые Отцы, а это 300 томов фолиантов. 300. Таких же, как у меня книг больших. Второе. Что говорят об этом Житие Святых, 12 томов, это их надо знать, и в каком месте вставить. И Канону Церкви, книга правил. Вот по четырем параметрам. Они должны показать, что я не прав. А это надо, они прежде чем говорить, должны знать это все. А как они будут контролировать, если не знают? Он мне скажет, вызовет нас утром, скажу, а вот это написано у Серафима, а он и не знает. Скажет, нет канона, у меня было приепископ. Я говорю, Ганг, Христобор, правило такое, это 14 открывает, так и есть. Я говорю, почему же вы не исполняете это его? Все, в алтарь женщина заходит, а она монахиня, там схимонахиня. Я говорю, Ладыкийский собор, 44 правило. Ты не должна туда заходить, ты перестала быть женщиной. Ты жила жизнь свою, знаешь, какая? Я ей говорю, девочка родилась 8 дней, ее в алтарь не заносят, а перед иконой Божьей Матери или Христа только священник ею крестное знамя и делает, и все. Ну неужели ты святее этой маленькой девочки? И ее туда священник уже не пускает. Мирским людям в алтарь не входить. Я приезжаю в Синоде. И этого не знают правила в Синоде. И не где-то, которая не подгнет коммунистического режима. А у нас там мы убирали, там ведро осталось поганое. Я говорю, ну и что? Ну нам убирать надо. Я говорю, швабру тащите. И вот какая история. Я говорю, главное, чтобы не заходить. И ведро стоит, швабру принесли, я не могу дотянуться. Я говорю, держите меня за ноги. Меня за ноги держат, чтобы я туда, чтобы мои ноги, пятки не залезли туда в алтарь. Ты достал ведро, а они как это поднялись, да почему же нам не говорили-то? А фарисейство точное исполнение никогда не помешает. Ты какого-то, говорят, ты беззаконник. Да, я законник. И в алтарь не зашел, а ведро вытащил. И вот митрополит меня заводит в алтарь. Тогда архиепископ был. Архиепископ. Огромный алтарь в Москве. И говорит, самый большой алтарь в Москве. Я ни то не знал, я был действительно полигон Акули. Заходите. Я говорю, так я не священник. Заходите, заходите, я могу. Понимаете, каноны я еще не знал, я зашел. Когда каноны стал знать, я попросил у Бога прощения. Нельзя, я мирянин, теперь я могу, я чтец, то есть ефрейтор. Все, я могу заходить. Но я стараюсь не заходить, я боюсь этого. И далее. То предназначавшиеся публикации сочинения рассматривались как светскими, так и духовными цензорами. Но в то же время действовал Синодальный указ 1787 года, согласно которому все авторы духовного чина должны были представлять рукописи своих сочинений Святейшему Синоду или Московскую Синодальную Контору. Для авторов из провинциальных епархий действовала и местная цензура в лице епархиальных властей, которая отнюдь не отменяла цензуры столичной. Существовала еще одна серьезная причина, пробудившая к жизни институт духовной цензуры. Это крестьянские народные восстания. Вот главное, что теперь позволило печатать. Народные восстания. И вот эта перестройка дала. Мне бы не издать ни одной книги, даже листика не издать. А это худо или бедно, только в разрозненном виде я издавал кристиному православию. 150 тысяч экземпляров уже вышло. Еще. Это крестьянские народные восстания, прошедшие в различных губерниях Российской империи спустя некоторое время по воцарении императора Павла I. Так как часть павловских реформ касалась серьезной реорганизации духовного сословия, вплоть до призыва в армию праздных детей, духовенства, то многие приходские священники выступили в поддержку крестьян. Результат сказался незамедлительно. Специальным указом от 18 декабря 1797 года Павел I предписывает учредить соборное духовенство наиболее образованные и опытные священнослужители, которым вменялся в обязанность этиологический контроль над малограмотными сельскими пастырями. Соборные священники и яромонахи приняли на себя роль духовных цензоров. Вот как, почему? А из-за чего? Дети священников в армию не шли, ну и люди-то роптали, как так, а почему? Сословие такое, и наконец все это отменили. Так, предмет... материал очень небольшой, давайте я буду опять так, кому надо, просчитаете. Это очень интересный материал. Вот я даю, а вы так просчитаете, тормозите на этом месте, опять. Ну, буду выделять эти места, где считать. Очень интересный материал, отвечаю на вопрос. Посмотрите, какие ответы. я должен знать этот материал и дать его. Там что-то впереди было написано. Что? Слову апостол не было прибавлено святый, и непеременно святый, а не святой. Ага. Ага. Ну, и что тут? Безраздельное господство духовной цензуры. Не прошло бесследно. Ну, и так дальше. За чистоту они боролись. мусульмане издавали, буддисты издавали, старобрядцам нельзя. В конечном счете духовная цензура нанесла духовной литературе величайший вред. Сколько загублено было. Названа история самопарализации церкви. Вот какие слова были. Я родился в нужное время. Дальше что говорит? в секретный комитет для наблюдения за действиями духовной цензуры. За действиями уже цензуры стали смотреть. Цензурный гнет. Соответствовать канонам церкви это хорошо. Тут много-много названий магистры богословия в каком году все. Кто это сказал? Архимандрит Иннокентий Смирнов в каком году жил Голицын видите сколько это ответ на один вопрос Герасим Петрович Павский в каких годах жил в 1787 1863 автор трудов по теории русского литературного языка то есть вот он перевод псалтыри у нас на русском языке Евангелия от Матфея это его смотри внимательно пользуйся этим вот чтобы для людей это оставить ролик будет такой что много надо будет попиравшую авторскую индивидуальность и способного придираться к каждой мелочи вот как говорили защиты господствующего верующие не заботились не о Евангелии об этом речи нету даже разъяснялось что поучения слишком обыкновенные слабые не назидают читателей но погашают жажду слышания и чтения здравых и назидательных словес а применяют общество об обществе заботились ну другие брошюрки будут от лысого пигмея будут приходить это мы сейчас продергиваем это чтобы потом можно было просчитать это все я текст гоню один о цензуре вот какой огромный материал просто огромный как же затормозить вот на этом месте то прочитал страницу иди дальше тут можно перепечатать материалы редкие найти просто очень трудно может быть сейчас легче стало а тогда это был один экземпляр или газета вот эти газеты печатала даже трудно сказать сколько это страниц тут что-то преподобного Серафима даже поминают Саровского имею ввиду вот он уже где-то наверное половину пролистал это страницы листаю что резко отрицательное отношение к институту духовной цензуры но это понятно должно было где-то лопнуть все сколько талантов загубили сколько живых проповедей до народа не дошло ну а дальше что есть дальше во фразе нерадивые юные сердцем они воображают что несколько мертвых молитв и сухих обрядов достаточно для достижения спасения ну вообще слова-то какие удивительные ну а дальше в конце тут пошло слово Божие это уже не их им это не принадлежит на что я на это сказал давай прочитать надо будет притча 26.19 так человек который коварно вредит другу своему и потом говорит я только пошутил Исайя 26.13 Господи Божий наш другие владыки кроме Тебя господствовали над нами но через Тебя только мы славим имя Твое Галатам 5.13 к свободе призваны вы братья только бы свобода ваша не была поводом к угождению плоти но любовью служите друг другу Филиппийцам 2.4 не о себе только каждый заботься но каждая и о других 2 Тимофея 2.20 о большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные но и деревянные и глиняные и одни в почетном а другие в низком употреблении вот это Цензора ну и дальше как всегда стихотворение я твердо я так сладко знаю с искусством иноков знаком что лик жены подобен раю обитованному творцом нос это древо ствол высокий две тонкие дуги бровей над ним раскинулись широкий изгибом пальмовых ветвей это уж самому монаху так описать стихи такие два вещих сирена два глаза под ними сладостно поют велеречивостью рассказы все тайны духа выдают открытый лоб как свод небесный и кудри облака над ним их верно с робостью прелестной касался нежный серафим и тут же под нож древо уста как некий райский цвет из-за какого матерь Ева благой нарушила завет все это кистью достохвальной Андрей Рублев не начертал и в этой жизни труд печальный благословением божьим стал некий Николай Гумилев 916 Гумилев а может Гумилев а может и Гумилев так о чем речь идет о церкви цензура Гумилев ну как интересно все таки след в тебе есть за то что ты жил среди нерусских людей Увы Сб Г Г Г Г это действительно Г с Украины русский язык все же забывается тут я вижу так контур опять же копируем ищем это мы все составляем события дня и они как раз относятся к сегодня и опять теперь только цифру поднять чтобы было побольше шрифт 20 все поехали вопрос 3967 28 том открытым оком сообщили что найдены недостающие останки двух членов царской семьи можно ли верить этому ответ нигде Библии нет чтобы тела или фрагменты останков раскапывали а потом бы определяли кому не принадлежат Лука 9 60 но Иисус сказал ему предоставь мертвым погребать своих мертвецов а ты иди благовестую царствие Божие иди главное что погребать не раскапывать ну что тут толковать то не надо дальше ну надо же кому то погребать то надо не всех же вложить где то на улице ну да понятно президент центра по расследованию обстоятельств гибели членов семьи дома Романовых профессор российской академии истории и политологии Екатеринбуржец Вадим Александрович Винер много сделал для того чтобы общественность узнала правду о так называемых Екатеринбургских останках в свое время его имя не мелькало на страницах газет как горячего противника захоронения к Екатеринбургских останках в Петербурге потом тема эта по разным причинам надолго ушла со страниц газет атаки непризнанные за царские Екатеринбургские останки до времени остались лежать в Петропавловском храме северной столицы но вот 29 июля всего года возле Екатеринбурга вновь обнаружены фрагменты тел с признаками насильственной смерти и вновь в прессе зазвучали предположения что это недостающие тела царских детей ответ на все эти вопросы должна дать генетическая экспертиза и церковь по результатам исследования вынесет свой вердикт о том считать ли их или даже не считать святыми мощами царственных страснотерпцев а пока эксперты готовятся к решению поставленной непростой задачи мы попросили Вадима Александровича высказать свою точку зрения на происходящее так новые останки были найдены в 25 метрах от поросенкового лога место первого открытия останков в 1991 году рассказывает Вадим Винер в нем особенность в чем особенность этого захоронения нашли свод черепа несколько зубов с нижней челюсти тазобедренные косточки слева и справа ноги одна нога мужская другая женская и все но при раскопках при раскопках при раскопках да в одном и том же культурном слое вместе с останками были также обнаружены следующие вещи которых не знает широкая общественность это 15 копеечная монета 1930 года выпуска а также в продолжении исследований найдено 1 3 5 копеек 43 года и 3 пули от пистолета ТТ который появился в Советском Союзе только в 34 году денежная реформа произошла в 47 году до этого все найденные монеты имели хождение фактически это означает что захоронением никакого отношения к Дому Романовых не имеет и это только подтверждает сомнения по тем останкам которые сейчас находятся в Петербурге в 2004 году я лично сопровождал японского генетика Тацио Ногай во время его визита в Россию Тацио Ногай изложил все доводы вызывающие у него сомнения в том что это царские останки не подтвердило подлинность найденных останков и экспертиза американца Алекса Найта и сейчас после новой находки сомнения только усилились кто производил новые раскопки Сергей Николаевич Погорелов из центра по охране памятников военно-исторический клуб Горный щит и все тот же фонд обретения руководит которым Александр Николаевич Авдонин эти люди почему-то опять наступили на те же самые грабли вскрытие производилось за три дня в условиях секретности 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 без присутствия представителей церкви как и в случае с первыми екатеринбургскими останками без судмедэкспертов когда я вскоре выехал на место раскопа и увидел следы произведенных работ то сразу позвонил архиепископу Екатеринбургскому и Верхотургскому Викентию и проинформировал о случившемся организатор раскопок так и не удосужились это сделать на все ли вопросы даст ответ экспертиза очень важно кто будет делать экспертизу уже то хорошо что ее не будет делать Павел Леонидович Иванов который производил первую экспертизу а скорее всего будет производить исследование известный московский генетик заведующий лабораторией молекулярной генетики мозга РАН Евгений Иванович Рогаев который уже высказался с сомнением о принадлежности этих останков царской семье непонятно где будут производиться исследования в Екатеринбурге или Москве сейчас останки лежат в морге областного бюро судноэкспертизы в Екатеринбурге почему почти не пишут о том что вместе с останками обнаружили монету под 30-го года и тем не менее это доказанный задокументированный факт археологи по правилам обязаны зарисовать не только то как они производили раскопки но и описать все артефакты которые были найдены в одном культурном слое культурный слой это около 3 сантиметров которые соответствуют определенному временному периоду и вот в культурном слое где лежали останки обнаружилось даже не с краю а в средине захоронения это 15 копеечная монетка одна из гипотез такая у кого-то из тех кто хранил эти останки были дырявые брюки и монетка просто вывлилась были дырявые брюки мы же для людей считаем для того чтобы ты скорее убежать отсюда и монетка просто вывлилась в могилу я сам видел эти 15 копеек у археологов где же на ваш взгляд на самом деле находятся старские останки это вопрос новый уже возникает где-то что это не царские ну а я не был там меня тоже спрашивали а вы верите ни грамма не верю почему да какие там черепа что там выдумывать то черепа голову Николая и Алексея мужской мужчин отрубили в спиртовых сосудах отвезли там Ленин Калантай об этом пишет им их показали голову целая а остальные они дробили рубили и сколько они там ведер может быть 10 серной кислоты привезли там ничего нету и еще и горелая где же на ваш взгляд на самом деле находятся царские останки ответ есть поверье согласно которому царь дал такой наказ могилу мою не ищите но может быть время еще преподнесет нам какие-то сюрпризы хотя даже воспоминаниям участников расстрела царской семьи нельзя безоговорочно доверять у нас в центре по расследованию обстоятельств гибели царской семьи есть такое выражение врет как участник врет так точно говорит Абадя рассказывает один говорит вот можно подумать он из командировки из ада прибыл все там видел котлы имеется ввиду такое выражение врет как участник имеется ввиду участник расстрела но врет то ведь настолько досконально что очень сложно отделить правду от лжи какое отношение имеет поросенка в лог это совершенно другое дело так нет поросенка в лог где обнаружилось а я уже видите сюда перескочил поросенка в лог вы шмотаете ну ладно ладно какое отношение имеет поросенка в лог где обнаружены эти останки к ганиной яме где несомненно уничтожались царские тела это вопрос да да ответ поросенка в лог это совершенно другое место находится от ганиной ямы в двух-трех километрах участники этих раскопок сознательно путают нас Авдонин говорит что это и есть ганина яма а если мы с вами проедем туда то увидим что пешком от ганиной ямы до поросенкова лога идти минут сорок поросенка в лог вообще нигде не фигурирует материалах о расстрелах царской семьи есть только одна приписка сделанная рукой историка Михаила Николаевича Покровского на так называемой записке Юровского там указано место захоронения не названное поросенковым логом но по описанию получается что тела якобы хоронили именно там ведь этой записке нельзя Вадим Александрович конечно Вадим Александрович конечно не вы ни кто-то другой исследователи не могут сейчас говорить об истинности всей картины этого страшного злодеяния но все же какова ваша гипотеза случившегося иными словами как вы считаете как все это было я могу высказать только предположение после расстрела тела тела царской семьи вывезли из Ипатьевского дома их вывезли в район 184 переезда в горнозаводской железной дороге как раз перед поворотом на Ганину яму на глазах у многих людей в районе 184 переезда чекистами разыгрывается спектакль под названием якобы застрявшая машина тела на глазах у свидетелей перегружают и часть тел увозят на Ганину яму а другую часть семьи по моему мнению увозят на запасные шахты которые были заранее подготовлены это место называется глубокие шахты на московском тракте было ли сжигание на Ганиной яме я считаю было вопрос только кого именно там сожигали и как сжечь человека полностью нельзя там найдена челюсть царского врача Боткина она находится хранится в Брюсселе в храме памятники реальных воспоминаний об этом страшном акте нет записка Юровского об этом молчит еще на Ганиной яме нашли отрезанный женский палец знавший маникюр слова следователя Соколова и массу драгоценностей включая крючки дамские пряжки и прочее что могло происходить на Ганиной яме тела обожгли на кострах выпарив из трупов воду и сальные массы а кости растворили кислоте без остатка в этом случае действительно искать нечего тела уничтожены известно что чекисты накануне убийства для чего-то получили кислоту а другую часть царской семьи и их верных слуг возможно спустили глубокие шахты и ствола взорвали тем самым образовав как так называемое естественное захоронение существует еще одно страшное предположение согласно которому царь и убийцы отсекли голову царя мученика Николая II и привезли ее в Москву где передали высшему руководству партии большевиков слышали вы такую версию конечно слышал но отношусь к ней с известной настороженностью почти никаких документов подтверждающих эту версию не найдено я на 100% в это верю потому что да нужно было доказать так ну жалко что тут уже у нас и времени нету так я оставляю это или считать до конца можно промотать немножко зачем можно продернуть сами посчитайте здесь как у них идет разговор это 8-й том какой мы там 28-й том что там все есть прочитайте это последний у нас сейчас набралось а дальше уже идти нету прочитайте вот это вот это сознанием дело говорят я не знаю ничего но знаю что если они заказывали им нужно будет убедиться голову привезли спирту там кровавое заходило нас колонтай пишет об этом кто там был еще может я что-то не то имя называю но так вот было и дальше я говорю показываю эпиграф откровение 20-й глава 4-й стих и увидел я престола и сидящих на них которым дано было судить и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие которые не поклонились зверю ни образу его и не приняли на черта ни на чело свое и на руку свою они ожили и царствовали со Христом тысячу лет деяние 23-12 с наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить доколе не убьют Павла для размышления свободные часы сложил ездра любопытство ради вопросы за вопросами он к ангелу сносил считая что он знанием обкраден творение и будочности наболевший срок выспрашивал дотошно у ангела и бога не все конечно записать он смог чего-то сказано не смел бы даже трогать у нас новозаветных и духовных вопросов более могло бы стать о чем спросили бы представим ради хохмы допустим интервью взять у Христа о детях о достатке болящих надоевших о глупости своей и беспробудной ответами сумели бы свой дух утешить сумели бы свой дух утешить чтоб праздник разнарядить среди будней ответник анонический прославлен а я бы про монашество задал неужто ошибался в своих посланиях Павел за что жигнал тогда его когал как благовестие в загоне оказалось и вне закона проповедь изжили духовным нерождением истребились зависть на благовестие не рвались источник сухожилий то есть Христу какие-то вопросы задали а я бы вот такой задал вопрос это мои вопросы ко Христу если бы я тогда встретился рекорды недеяния ну прочитай правильно рекорды неедения за месяц корешок на финиках песках ажиотаж и бум сравним с писанием и потрясет потрясает шок на послушание авам сжигали совесть ум прочитай снова этот куплет хорошо рекорды неедения за месяц корешок на финиках песках ажиотаж и бум сравним с писанием и потрясает шок на послушание авам сжигали совесть ум сравним с писанием и потрясает шок на послушание авам сжигали совесть ум своей праведностью в жития вломились что нужно чаще каяться и чаще причащаться не плыли морем тысячелетия выли и в этом кайфе обретали счастье а я Я, впрочем, ангелу вопросов не задал бы. Не задал бы? Не задал бы. Зачем? Ответ нам Дух Святой подносит, что не по Библии анафема всем авам, и даже ангела не забоятся вовсе. Четвертая седьмая. Не можешь, еще раз прощи это куплет. Я, впрочем, ангелу вопросов не задал бы. Зачем? Ответ нам Дух Святой подносит, что не по Библии анафема всем авам, и даже ангела не заботят вовсе. Да, не пережи это с тобой, это нельзя никак. Аминь! Аминь! Дальше, о чем речь шла здесь? Мощи этих... Давай, царь, мощи. И на этом все у нас на сегодня. Сейчас ты, а заглавь мне, пожалуйста. Так, мощи царь.